Данные учения проводятся в Одинцовском районе ежегодно с 2009 года. С инициативой их проведения выступает Одинцовский пожарно-спасательный гарнизон. В этом году, в отличие от прошлых, было решено привлечь полицию нашего района, а также местные коммерческие организации. На пожароопасный сезон 2017 года с ними заключено 20 соглашений для выделения сил и средств в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Во все времена на работу в противопожарную службу шли смелые, самоотверженные люди, которые без раздумий оказываются на передовой для борьбы с огнем. Но немалую роль в ликвидации возгорания оказывает и техника. Поэтому, по традиции, учения начались с ее осмотра. Автомобили УАЗ, малый лесопатрульный комплекс, пожарные машины КАМАЗ и ГАЗ-66, лесоходный трактор. Все образцы соответствуют современным требованиям и готовы к ликвидации возгораний разного уровня опасности. В ходе учений также был отработан порядок взаимодействия и обмена информацией о лесопожарной обстановке между лесничьими, пожарными и полицейскими. В летний сезон они будут вести совместное патрулирование в лесах Одинцовского района. С сегодняшнего дня в связи с подписанным соглашением между лесничеством, администрацией Одинцовского муниципального района, полицией Одинцовского района, отделом надзорной деятельности по Одинцовскому району и Одинцовским пожарно-спасательным гарнизоном будут проводиться совместное патрулирование лесного фонда и мест массового отдыха населения. То есть мы будем выезжать и смотреть, как население и гости района отдыхают. По легенде учений, возгорание произошло в Хлюпинском участковом лесничестве вблизи деревни Чегасово и имеет третий класс пожарной опасности. До того, как на место прибыли огнеборцы, тушить возгорание начал лесничий. Именно так он и должен поступить, если увидит настоящий пожар. Поэтому в летний сезон у сторожей леса всегда при себе ранцевый огнетушитель Ермак. Пожарные быстро прибыли на место возгорания и незамедлительно приступили к тушению огня. По итогам учений было установлено, что навыки личного состава и состояние техники позволяют своевременно реагировать и проводить мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными пожарами. Отработали этапы передачи информации, кто кому передает, как потом идет направление силы и средств для организации тушения, возгорания. Лесничьи и пожарные полицейские пообещали, что будут качественно охранять леса Одинцовского района. Но и жителям нужно быть на чеку. С 15 марта постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе запрещено сжигание травы и разведение костров. Нужно помнить о правилах безопасности, ведь сохранение природы – наше общее дело.